...восемьсот тридцать шесть своеобразных суток и башек. Был использован 17 с половиной тысяч кубометров мутового камня. Его бесплатно доставляли по четыре кубометра все торговые суда, предлывавшие в Ярославль. И уложено около тридцати пяти тысяч кубометров муха. Набережную красили чекунной решеткой, поставленной взамен деревянного ограждения в 1831 году. На все эти работы Николай I пожаловал еще 70 тысяч рублей. Также были произведены посадки лимовой аллеи на набережной и сооружены мосты через овраль и спуски. Основные работы на набережной Волге и небольшой части на берегу отрасли закончились в июне 1835 года. В 40-е годы 19 века на Волжской набережной Ярославле была построена крупная беседа. Швартуемся в Ярославле. Там полиция встречает нас. И ресепшн Мустай Карим. Так, сегодня у нас экскурсия в городе Ярославль. Я в автобусе. С утра. То, куда мы с вами едем, находится на противоположном берегу Волги. А сейчас мы с вами едем по улице, которая носит имя Валентины Терешковой. Хотя она ни минуты здесь не жила. Здесь жила ее мама в течение месяца. Когда мир узнал о полете первой женщины-космонавта, мать узнала от соседей. А соседи узнали по радио. И маму в 24 часа из Каморки, если не понимаете, потом объясню, переселили вот сюда, на эту улицу, вот в этот дом с левой стороны, в двухкомнатную квартиру. Прожила она около месяца, и когда Валентина вернулась, то забрала ее к себе в звездный городок, где ей была выделена квартира. В нашем городе, помимо улицы, с ней связано комплекс целый. Это наш планетарий, который входит в десятку лучших планетариев мира сегодня. И музей «Мемориальный космос», который находится примерно там, где она родилась, я имею в виду, в провинции, в области, в деревне. Называется наш мост «Октябрьский». Этот мост соединяет правый и левый берег. Дело в том, что левый берег – это тоже Ярославль. Сегодня на левом берегу живет 200 тысяч, а всего население нашего города – 610 тысяч. Сейчас мы находимся не в исторической части города, хотя отделяет всего какие-то 3 минуты. Поэтому здесь разрешается застройка и высотных домов, и каких только угодно. Здесь тоже немножко жестко, потому что сейчас мост ремонтируется, и работает только одна полоса. Сейчас мы поднимемся на мост, и с левой стороны будет железнодорожный мост, который построили нам в 905 году американцы. Это Транссибирская магистраль. Насколько она длинна, давайте вспомним. Мы сели с вами в поезд в Москве и отправились в Владивосток. Мы будем ехать 7,5 суток. За это время мы пересечем 120 рек, остановимся в 90 городах и проедем через 4 временные зоны. Во время войны немцы охотились за этим мостом. Но сами понимаете, стратегическое значение, вот он с левой стороны сейчас покажется вам, что придумали ярославцы, чтобы спасти его. А ярославский мужик завсегда был хитрый и находчивый. Самые лучшие половые, половые это официанты в трактирах, были из Ярославских и в Москве и в Петербурге. Быстрый, шустрый, верткий, с юморком, обсчитает и не обидно, красиво сделает. Ярославцы этот мост закрыли маскировочной тканью, а выше по течению, влево, построили мост-муляж. Раскрасили его ярко, брицы с неба увидели, разбомбили, отрапортовали, счастливые улетели. Мост продолжал работать. То есть мы едем в ту сторону, где находится Дальний Восток, Север, Москва к противоположной стороне, и все поезда, которые идут в Москву, с Дальнего Востока, с Сибири, с Севера, останавливаются в Ярославле на таком поезде до Москвы. Неплохо. Мы пришли сегодня в Международный творческий центр «Эмалис». Это центр, объединяющий художников и мальеров со всей России и по странам Сенгер. В наш центр проезжают художники и мальеры со всей России, от советского пространства и Европы. Точно так же, как и вы, садятся за эти столы и создают картины техники станковой горячей эмали. Станковый – это означает картины больших размеров, такие, какие вы видите на стенах нашего музея. Знаете ли вы что-то про горячую эмаль? Замечательно. Никто ничего не знает. Значит, я могу говорить все, что угодно, и вы все поверите. Рисуется в жидкости. Эмаль – это одна из разновидностей стекла, в том понимании, в котором мы знаем с вами бутылки. Что мы знаем? Стеклянные вороны, стеклянные стаканы, стеклянные бутылки. Так вот, эмаль с виду тоже похожа на стекло, так как варится на базе кварцевого песка. Но далее в нее добавляются соли и оксидные металлы, которые придут конкретный цвет и определенную вязкость материала. Таким образом, с виду это похоже на стекло, а по консистенции немного другой продукт. И если вы возьмете эмаль в руку, что вы покупаете? Два грамм. Два кучи. Тяжелая. Этот вес предъявит те самые металлы, которые добавляют в стекло во время варки. Давайте да, всем передадим, чтобы все в этом убедились. Когда мы получаем эмаль вот в таких вот брикетах, мы берем молоток и в дребезги разбиваем ее в мелкую стеклянную крошку. Далее, эту крошку мы используем в специальные барабаны. Барабаны герметично закрываются и отправляются на мельницу, которая непрерывно работает в течение 9 часов. Перемалывают в самую крошку мелкий стеклянный порошок, по консистенции напоминающий речной песочек. Далее, эмаль на крошке под стеканчиком, который стоят перед вами, разбавляется дистиллированной водой, затем кисточкой наносится на медную пластину, готовое изделие сушится и обжигается к печи при температуре 800 градусов. Чем мы сегодня с вами и будем заниматься? Эмаль куда? Давайте передаем под стеканчиком, чтобы все в этом. Вообще, горячая эмаль – очень древний вид искусства, который насчитывает более 3,5 тысяч лет. Самые ранние изделия были найдены на святой Греции и Кибра. Это были различные золотые украшения, основные эмаль и разных лет. В расцвете объектов приходится на византийские времена и византийскую империю. Тогда было очень много мастерских, как на Руси, так и в Европе. Особенностью этих мастерских было то, что они были все семейного типа, так как эмальерное искусство состоит из множества различных эффектов. И тот мастер, который знал больше о количестве людей, соответственно, имел больше популярности. Чтобы все эти знания об эффектах гибридов или конкурентам, они передавались из поколения в поколение. Как правило, от отца остальных, так как... Это делается, да, правильно, чтобы выровнять поверхность. Потому что менте заперевать, когда все начинает гнуть, выгибать в разные стороны. И чтобы работы составили ровным положением, мы их накрываем кресом. Но сегодня мы с вами так делать не будем. И на это есть у нас две причины. Первая причина, то что наши ремонтки небольшие по площади поверхности. И даже если будут какие-либо деформации, они будут незаметны. И вторая причина, это то, что все самое красивое происходит под прессом. И сегодня я вам хочу это показать. Поэтому мы с вами немножко изменим технологию, но не обращаем качество. Итак, что будет? После того, как я достану работы с кучи, я вам их покажу. И вы увидите, что они все будут черно-белого цвета. Но вы у сердечка бороздите, не переживайте. Это временный вариант. Да, так происходит из-за того, что из-за высоких температур все цвета эмали пропадают. И они стремятся либо поближе к белому оттенку, либо поближе к черному оттенку. Желтый, например, приходит в темную-темную область. Но, как только мы перекладываем работы на холодный поднос, все цвета начинают возвращаться прямо на ваших глазах. Поэтому, если хотите это заснять на камеры заранее, как учить телефоны, это будет недолгий процесс, но яркий и интересный. А мы все вместе с этого расстояния? С этого расстояния, да. Итак, температура в этой печи у нас 793 градуса. Вот эту партию мы достанем, потому что эта печка и нагревается быстрее, и работа туда будет загружена меньше. Соответственно, она быстрее у нас зайдет до нужной температуры. Итак, близко ко мне, просьба не подходить, то есть засунчики не заходим. Итак, эту партию мы готовы доставать. Все готовы? Печку открываем. Температура 800 градусов. Работай первую секунду в полужегком состоянии, поэтому аккуратно. Пальчиками и телефончиками не тыкаем. Так, смотрим. Все цвета у нас с вами пропали. Можно к нам куда-нибудь? Да, они все пропали. Теперь отправляем это на поднос. Печку закрываем. И теперь, как только я буду перекладывать работы на холодный поднос, все цвета начнут возвращаться. Особенно можно проследить за красным цветом, кто его использовал в своих работах. После обжига он у нас прямо черный-черный. Но как только работа начинает остывать, все цвета начинают возвращаться. И мы с вами видим постепенно, как нам возвращается желтый цвет, как красный возвращается, зеленый уходит из темно-темно-зеленого, бирюзовый появляется. И работы становятся яркими, какими и были изначально. И мы с вами видим, как все цвета к нам уже вернулись. Потом можете сравнить на своих видео, что было после того, как вытащили из печи, и что стало потом. Итак, температура во второй печи у нас с вами точно так же 800 градусов. Мы готовы доставать вторую партию. Печку открываем. Точно так же работы первые секунды полужидкие, поэтому аккуратно не тыкаем пальчиками и телефончиками. Печку закрываем. Смотрим. Все цвета у нас с вами точно так же пропали. Теперь отправляю это на подножку. И точно так же. Как только я начну перекладывать работы, цвета начнут возвращаться. Особенно с одним закрасным цветом. Силей тоже в черный превратился. Да. Уже вижу, какие замечательные работы у вас получились. Сейчас поближе, но ли цвета, смотрите. И так, мы с вами видим, как на второй партии все цвета к нам точно так же начинают возвращаться. Как работы становятся яркими, насыщенными, какими были изначально. А вот большие работы, значит, такие здоровенные печи. Да, большие работы, в больших печах обжигаются. У нас есть нижний зал, там у нас стоят метровые печи. Можно обжигать огромные работы. Итак, все цвета у нас с вами вернулись. А теперь я вам расскажу, как видеть все эмалевые эффекты, которые хотел передать автор. Для того, чтобы рассмотреть всю глубину эмалевой работы, нам нужен с вами самый яркий луч света. В идеале солнце. Если солнца по-другому нету, то берем самую яркую лампочку и наставляем работу на свет. И мы с вами видим, что у нас получилось. Где звуки восхищения? Вау! Замечательная работа. А синий, это получается полупрозрачный, да? Да, да. Вот как раз хотела рассказать. Обратите внимание, синий цвет, который был наложен тоненько в тени. Он у нас черный-черный, а на свету прямо подсвечивается. За счет того, что толщины слоя. То есть, если его наложили тоненько, то он прямо такой яркий, глубокий, аквамариновый. Замечательная работа, ровная, переливается. Цвета у нас стали яркие, насыщенные. Кто у нас автор? Где? Автор молодец, ставим вам пятерку в дневник. А сколько времени доставали? С вашим магазином проключать контракт. А теперь давайте с вами посмотрим на обратную сторону. Остывает минутки 3-5. С обратной стороны у нас с вами образовалась медная акалина. Она будет постепенно отваливаться. Поэтому, когда придете домой или на теплоход, промойте эту сторону теплой водичкой с мылом. После того, как промойте, как у вас появится такая возможность, покройте эту сторону прозрачным лаком для ногтей. Это нужно для того, чтобы избежать окисления миди. Далее. Вот здесь вот у нас с вами есть дырочки, чтобы наши кулончики носить. У нас в магазине продаются кожаные шнурочки. Всего по 100 рублей. Шнурочки со специальным креплением. Крепление не позволяет эмали отбиться вот здесь вот у колечка. Если покупать не будете, самое главное, дома не вешайте на железное кольцо. Лучше на какую-нибудь ниточку или шнурочек. Также эмаль мы специально не гнем, не ломаем, не кидаем. То есть мы помним, что это стекло, оно довольно-таки хрупкое. Но при бережном хранении в ближайшую тысячу лет с вашими работами ничего не случится. Работки пока что остывают. Расскажу вам еще про интересную вещь, которая есть у нас в продаже. У нас в продаже есть специальные боксы для эмалирования в домашних условиях. Состав боксов ходит 8 цветов, такие же, какие были на мастер-классе. Такая же палочка, такая же кисточка и несколько медных заготовок. Дома посидели, порисовали и накрыли крышкой со специальным нагревательным элементом, который не позволяет испортиться. Так вот, 12 лет тому назад у нас появился сабл. Воды один из кирпича праздник пойдет, а здесь мы проходим ее. Все открывают клетку, вот он, вот там есть, смотрим посередине. Он выпускает медведицу, он ее убивает, и вот он, перед вами, герб нашего города. Медведица, медведица и кирой. По крепости он дает свое имя Ярослава. Супик цель означает принадлежность чему-нибудь или кому-нибудь отсюда Ярослава. Но ведь он известен по истории, как Ярослав. Слушайте, какой умница был наш князь, 11-й век. А он был грамотный, читал и писал. И дети у него были грамотные, а их было целых пять. Он написал первые законы для нашей страны, где отменил книги, открыл первые школы, и просто не курил для всех сословий, для бедных, в том числе и для девочек. Установил гимнастические браки. Что это такое? Он все своих детей грамотно пристроил в грамоте. Его издатель был король Венгрии, король Норвегии, король Франции. Король Франции, Генрих Первый, три года обхаживал нашу Анну. Она говорила, что не могу я выиграть из-за такого старого днеца. Старому было 42 года. Главное, я слушал, понимаете? Приехала она в Париж в 11-м веке и спрашивает. Что за варварскую страну ты меня прислал? Генрих, брачный козак, подписал крестину. Исните, девчонка, кто был за такой крестик, они не знают. Она-то на руки не прислала. Она обозвезла на несколько книг, приданную. И там были книги. Французы не знали, что там были книги. Она привезла библию, на которой все французские короли пристегали в ходе французской революции. Она пела детской центре, где они венчались. Она построила школу, одна из местных восьмком моих отеля имени недалеко от Парижа. Привезла этим дикарям лошади, они ели руками. Познакомилась к нему однократно, но засохла. Она из-за них этим засранцем построила баню, потому что как-то здесь на красном доме, и восьмком моих отеля окунается в огромные царя. Вы видите, как Виктория-то круг дает, да? И все расстраивается на круглой стола, и она есть на камеру, и еще один, 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 и еще один. О, да! О, да! О, да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот колокол был отлит по всем канонам. Канон это закон. На земле где надо, где собор, да еще и колоколительная фабрика тоже тутает здесь такой город у нас недалеко. На тот момент руководителем нашей страны был горячо нами любимый товарищ Недрюк. И он свое имя на этом колоколе будет обещать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отец у него был картежник, проиграл деньги в карты и нашего поэта исключили. Некрасов ничего не закончил. Попытался поступить в Петербургский университет, а тогда надо было сдать 14 предметов, из них 4 иностранных языка. Конечно, провалился, но его можно уважать за то, что всего в жизни он добился сам. Ходил вольно слушателем. Справа Михаил Архангел, он покровитель небесного воинства, поэтому здесь, в этой церкви, находятся иконы всех канонизированных, значит, возведенных в лик святых, русских военачальников. Среди них наш земля, адмирал Ушахов. Будете в Корфу или были в Корфу, они помнят об этом, но по сегодняшнему положению нашлись и эти дряни, которые облили эту плиту с Ушаковым краской. С левой стороны это игровые площадки, спортивный пляж вдоль речки Которосы, а мы с вами идем вот сюда. Сейчас я вам очень кратко самую суть расскажу и попробую посмотреть на красивую майолику. Слева это тот самый часовник, который изображен на 1000-рублевой купюре. Она нам напоминает о событиях, которые имели место на территории монастыря. Оставляйте то, что вам не нужно в автобусе. Он стоит здесь и нас ждет. Уедешь? Ага. Он не стоит здесь, он уезжает в другое место. А мы с вами выходим и идем вправо. Это просто прибороженский. Спасибо. Продолжение следует... 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 Спасибо. Все проходит здесь. Мы так повторю, что тетик решит. В Москве готов на красной площади и у нас. В Москве концерты устраивают, пусть даже на Васильевке. И у нас. Здесь работает знак власти. Там, где власть справа, это областная администрация. Прямо перед нами дума. И какое же здание с правой стороны? Сверлина и статус. Здесь будет и концерт. А мы с Вами заходим в церковь. Великий Ророк. Здравствуйте. Это Волга. Мы с Кайками. И у нас 26 человек. Проходите. Мы с Кайками. Мы с Кайками. Мы с Кайками. И у нас 6 человек. Мы с Кайками. Здравствуйте. 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 Восплавный штамм, на запад. Вы вошли, перед вами восток. А раз восток, вы ждете, там, 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 там. Поэтому старайтесь вообще не конец, но даже если вы не понимаете, как это происходит, он следующий, вы знаете, я не отвечаю. Восплавный штамм, на западе, вы учите царские врата и святые врата. Восплавный штамм, на западе, вы не понимаете. Можно вы меня не будете записывать? Я вас, если вас не записываю, я снимаю церковь вообще-то, но это мое полное право, я что хочу, то и записываю. Закон Российской Федерации. А вы против что-то описываете? Конечно. Это царские врата, или царские врата, а с левой стороны? Да. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что касается мебели, если бы вы спускались дальше по Волге, где-то с 20 километров, даже поменьше, вдруг бы на берегу оказался бы как мираж замок. Прямо праздничный замок с башенками, все как положено. Этот замок принадлежал к курсу-миллионщику, а их когда не так много было в Баразии, в Лизовкину, и мы это мебели оттуда. Почему замок? Он любился в Итальянске. А как же манить Итальянску в эту комнату? И он решил убить ее в этих замках, построить этот красоток. Построил достаточно быстро, привез, но она выдержала в этой глуши и в этом замке. В советское время замок уробили почти полностью. Снаружи шикарно все уже сделано, внутри свет и отопление, значит будет все и дальше. Слышали про забору «Казарном стул утренную диву», рядом она купила себе дом, это деревня Вятская, Лусь, самое красивое село в России. Вот она себе купила там дом и она приглашает очень интересных людей, художников, писателей, музыкантов. Они устраивают камерные концерты в этом вятском и теперь в этом замке тоже. Причем не просто потом спел и ушел, а потом потом спел и замечает. И можно поговорить по душам, и есть такая вот очистоноска, очень-очень заверительная. Это там добавлены чувства, переживания, и ты совсем не у нас переживаешь. И из ее ведома он одевает в ее выбороченные классы, деликатная поза, и мы с вами видим, что она не только красивая, но явно умная и интеллективная. Это очередная незнакомка. Мы ничего о ней не знаем. Картину нашли мастерского художника после его смерти. Она независима. Вот здесь не про числа. Незнакомка, автор Храмской. А вот эту красавицу, посмотрите, это наша Ярославская купчиха Раста Огурева. На тот момент самый модный портрепистка в Москве был Константин Маконский. Парни любили женщин, и они его любили. И денег у него не меряло, потому что все заказывают свои портреты. Все таланты лишили. Один стал 8 метров, а два стали подружки. Наша решила у него заказать портрет. Думаю, да, нужно рекомендации письма. Но подавила, что уходила, и вот он портрет перед вами. И вот здесь тоже раненый боец диктует письмо, а медсестра пишет ему на мой письмо. Что это? Где такой письмо? Узнаем? Прямо даже он. Сам он. Сам он в Москве стоит. Это автор О. Пикушин. Я делаю акцент на О, потому что есть А. Пикушин. Он творил в Питере. А это О. Пикушин. Наш. Крипасной и Рашавской земли. Волга разливалась, глина, они все лепили. Кто талантливо лепил, шли на отход Москвы в Пикерок. Отец ушел от Пикушина, сына забрал с собой. Лепили они там в Москве. И однажды он слепил что-то. Мальчик от него был идеальным. И хозяин дает ему всякие разные спелы. И главный любимый к празднику. Масленики взяли. Вот это наша гордость. Потому что ни один музей нашей страны не имеет столько работ Коровина. Парижского береза, поскольку у нас. У нас всего 16 лет. Масленики взяли только лет. Он поехал в Париж, думал, ненадолго случилось так, что я не знаю. А в это время в Париже живет дочь. Я распасывала врача, в голове в пармезон. Девочка в пульмолом молодости провела незаконное ребенка. Оставила родители. Слышала, там она заинностранство, и уехала в Париж. Она помогала. Убер с собой. С ней приходят русские фенераторы. В 20-е годы. Лауреат Нобелевской кремии. Он сказал, что человеком счастливым делают три вещи. Это любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Согласны? Я хочу от себя пожелать вам здоровья и благополучия. Это будет и то, и другое. Вы сможете путешествовать. Это ведь самое интересное, что есть в жизни. Давайте поблагодарим водителя. Он задержался. Многу программу сделали. Спасибо, Саша. Ну а теперь давайте хлопаем себя по кармашкам, проверяем телефоны, проверяем то, что вы купили. Вы не представляете, что мы только не находим. Вот такой малыш. Ярославль, вечер. Люди тусят, молодцы. На маленьком стареньком теплоходике. Вот Ярославль. Старый, древний русский город на Волге. Я здесь уже был, бывал уже раза четыре или пять, можно сказать. Может больше даже. И каждый раз бывает здесь. Мне кажется, что сюда хочется приехать все больше и больше. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok